Всем привет! С вами сицилийская писташка. Сегодня наша рубрика «Ветка» продолжается с самыми, наверно, ароматными цветами наших лугов. Это цветки пижмы. Вот так они выглядят. Сегодня я срвала такой вот букет из пижмы. Цветочки ярко-желтые. Наверняка всем они встречались неоднократно. У них такой необыкновенно сильный аромат. Их цветение приходится на конец июля, именно июль. Собирать их надо в июле. Цветочки для заготовки каких-то рецептов. И как раз об этих рецептах и о пользе этого растения мы сегодня поговорим. Там даже букет очень красиво смотрится. Даже не скажу, что это такое луговое растение. Итак, пижма. Вот наша любимая книга. Самое необходимое лекарственное растение. Очень нравится мне эта книжка. Много полезной информации. И начну я с самых основных ее полезных свойствах. Это противовоспалительная. О нем наиболее много информации и рецептов. Также это репаративная. Это уже косметология. Репаративная означает восстановление клеток. То есть восстановление клеток эпидермиса, если ее применять наружу. Это также является седативным средством. То есть уменьшает раздражение на коже, если какие-то есть высыпания. То есть это как раз то, что нужно. Далее это противовирусное средство. Как заваривание чай, настоль этого растения. Также использование других травмных сборов целокопно. Также это антигистаминное средство. То есть если человек страдает аллергией, как раз у пижмы есть такие вещества, которые нейтрализуют именно гистамин. То есть это нужно тоже изучать. Если такая необходимость есть, это как противоаллергическая. Но лучше же опять же консультация с врачом и самим не принимать. Также это хорошее глистогонное, то есть антиглинитное средство. Если человек, особенно, есть домашние питомцы, то чаще всего нужно раз в квартал проводить чистку организма. Именно даже как профилактика принимать какие-то антиглинитные. В том числе у пижмы есть вещества, которые изгоняют любых каких-то паразитов из организма. Но опять же так как у этого растения есть еще и ядовитые компоненты в его составе, то лучше опять же очень аккуратно, с осторожностью применять данный цветок. Скорее всего лучше опять же после рекомендации и консультации с фитотерапевтом. Также это растение высаживают специально. Это многолетний, он достаточно неприхотлив. Его еще используют в садах, в огородах для именно отпугивания вредоносных каких-то насекомых. То есть, например, при посадке капустной каких-то растений, если рядом будет пижма, то какие-то паразиты не будут досаждать вашему саду. Теперь еще о ботанических свойствах, о этом цветке. Пижма обыкновенная, в персонологии дикая рябинка, многолетнее тременистое растение, семейство сложеноцветных, высотой до полутора метров. Стебли прямые, многочисленные, в верхней части литвистые, листья очередные, дважды переста рассеченные, сверху темно-зеленые, снизу светлые, цветки мелкие, ярко-желтые, трубчатые. В плоских, шаровидных корзинках отдельные корзинки образуют сложные щитоковидные соцветия на верхушках стеблей. Плод продолговатая семянка, цветет с июля по октябрь, семена созревает в августе и октябре. Распространена почти по всей территории европейской части России, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке растет на лугах, степях, по берегам рек, на лесных полянах, зарослях, кустарников, у дорог и на полях. В листьях и цветках пижмы содержатся эфильные масла, дубильные вещества, камфоры, горечи, органические кислоты, фалаваниды, алкалоиды. Его фармакологические свойства пижмы оказывают жаропонижающее, противовоспалительное, противоспазматическое, обезболивающее, противомикробное, ранозаживляющее, противоглистное, мочегонное и патагонное действия. Еще основное его свойство это конечно желчегонные, то есть основное, то есть холисистит лечится именно этим вот веществом, добывающимся именно из этого растения. Применение в народной медицине настоя цветочных корзинок пижмы применяют при желтухе, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечных заболеваниях, особенно с пониженной кислотностью, при метеоризме, запорах, при заболеваниях печени и желчного пузыря. Препараты пижмы рекомендуют как альстоконное действие, средства для борьбы с такими элементами как аскориды и астрицы. В гинекологической практике пижмы применяют для регулирования менструального цикла. Наружный настоя цветочных корзинок и настоя листьев пижмы используют в виде ванн и компрессов при подагре, ревматизме, болях в суставах, вывихах, ушибах и как раз рано заживляющее средство при гнойных ранах и язвах. Теплые ножные ванны из настоя соцветий пижмы рекомендуют при судорогах ног. Пижмы ядовитое растение, применять его необходимо с большой осторожностью. Препараты пижмы противопоказаны беременными женщинами и детям раннего возраста. Ну, одно из рецептов. Вот как раз, наверное, самое такое отвар соцветки пижмы для наружного применения. Три столовые ложки сырья, если это готовое, ну, либо сами собирали, залить одним стаканом горячей воды, кипятить на медленном огне в течение 15 минут, остудить, просадить сырье, отжать, использовать в виде ванн и компрессов. Вот, то есть, думаю, что наружное применение, оно такое более безопасное, конечно. Что еще хочу сказать, и заготовка. Заготовка можно сушить так же, как и другие растения. Можно вот в таком букете, можно подвешивать веничком, и оно хранится далее серьем, это 4 года в тканевых мешочках. Заготавливают их в начале цветения, цветочные корзинки с цветоносом обрывают или срезают, сушивают под навесом или открытом воздухе в хорошо проветриваемых помещениях в сушилках не выше 40 градусов. Вот такие вот интересные особенности фирмы, это травы очень красивые, покажу поближе ее соцветия. Вот такие желтые, собраны они в корзиночку, более такие молодые побеги. И есть более такие желтые, насыщенные. Сейчас июль. Вот в июле оно очень омбильно и красиво цветет, такая вот полезная трава-мурова для нашего здоровья. Ну, а я с вами прощаюсь. До наших новых видео на канале Ситилинская фисташка. Всем хорошего настроения, до новых встреч. Пока-пока.